Привет всем, с вами Жексен и сегодня у нас будет интересный обзор на одну садовую принадлежность Футы, телефон, телефон лопата, просто телефон, в общем вы поняли, это у нас Meizu M3 Note Наверное только ленивый не делал на него обзор, поскольку телефон уже давным-давно вышел, буквально в начале этого года Но только сейчас на него стала адекватная цена, поскольку до этого желанная мноя версия на 300 гигабайта стоила около 250 долларов Цена была явно завышена и я дождался пока она спадет, на данный момент этот телефон стоит около 170 И именно сейчас многие начали приобретать этот телефон, несмотря на то, что модель не новая, ей буквально уже более полугода И примерно через полгода уже выйдет следующее поколение Сразу же скажу, что устройство, которое находится в этой коробке, не новое, я им пользуюсь уже около одной недели Так что не будет никакого первого впечатления, да и по сути это не важно, поскольку сейчас впечатления будут точно такие же, как и при распаковке Поскольку когда в первый раз я открыл эту коробку, я не увидел ничего необычного Возможно на это повлияли уже заезженные обзоры, которые я неоднократно смотрел Но я больше склоняюсь к тому, что телефон действительно не имеет ничего примечательного, что мы не видели ранее Комплектация у нас тут полный стандарт, у нас присутствует скрепочка, инструкции, также зарядное устройство на 2 ампера и microUSB кабель Кстати говоря, странно, почему используют до сих пор microUSB Потому что во всех флагманах от Meizu этого года уже используют новый стандарт Type-C И я не удивлюсь, что в следующем поколении этого устройства это выдадут за новую фишку И по-моему более удобно им было бы использовать новый стандарт Тем более разница в стоимости microUSB и Type-C разъема не очень велика Хотя возможно у них на складе завалялась куча кабелей, microUSB, они никак не могут от них избавиться Ну вот и толкают нам их в коробки с бюджетными телефонами Ну ладно, шутки шутками, давайте перейдем к нашему устройству В нашем случае аппарат у нас в черно-сером цвете Я бы долго мог рассказывать про его технические характеристики Про отличную сборку, про новые 2.5 до стекло Но я этого делать не буду, поскольку многие из вас это уже неоднократно видели в других видео обзорах Пожалуй лучше я вам расскажу впечатления от этого устройства Например в сравнении с моим старым Meizu M2 Note Начнем с того, что каких-то серьезных изменений относительно предыдущей модели лично я не почувствовал Да, тут есть новый корпус, новое стекло, M-Touch сенсор Но в целом телефон ощущается точно так же Хоть и производители поменяли процессор, улучшили батарею, добавили оперативной памяти Но при этом телефон и работает точно так же, как и Meizu M2 Note Эти изменения не дают никаких преимуществ Например, начнем с батареи Хоть она тут и больше относительно той, которая была установлена в прошлогодней модели Но при этом телефон работает ровно столько же То есть его хватает при активном использовании на один день И то иногда до вечера он не доживает А новый процессор хоть и выдает большие показатели в синтетических тестах Опять же относительно предыдущей модели При этом каких-то серьезных изменений в быстродействии вы опять же не заметите Единственное, что может быть в 3D приложениях будет чуть лучше за счет нового видеоадаптера А в остальном все то же самое, просто быстро работает А все остальные характеристики этого телефона точно такие же, как и были в прошлом поколении Например, та же самая камера, также снимает на среднем уровне Единственное заметное изменение это появление версии с 3 гигабайтами оперативной памяти Теперь телефон очень редко что-то выгружает из фона Ну на этом в общем-то и все Это тот же телефон с новым дизайном и со сканером отпечатка пальца Все остальные изменения незначительные То, что я сейчас перечислил, пожалуй, будет интересно владельцам прошлой модели И это ни разу не отменяет того, что это отличный телефон Если даже не лучший в своем ценовом сегменте В этом телефоне есть, пожалуй, все необходимое Да и работает он отлично Его смело можно брать в качестве основного Например, тот же сканер отпечатка пальца работает просто мгновенно И является весьма удобной функцией, но я бы не назвал ее обязательной Например, я знаю кучу народа, которые даже не используют блокировку телефона В общем, я больше не буду размусоливать Телефон отличный, да и, наверное, вы это не первый раз слышите Если вы присматриваете новый телефон, то эта модель явно стоит внимания Особенно с версией на 32 гигабайта Но если у вас есть прошлогодняя модель, то я бы задумался Стоит ли платить такие деньги еще раз, чтобы получить не столь значительные изменения Но это лично мое мнение Своё вы можете оставить в комментариях Кому интересно, ссылка на этот телефон будет в описании А с вами был Джексон Подписывайтесь, ставьте лайки, не забывайте комментировать И, в общем-то, пока!